400 миллионов пациентов с диагнозом сахарный диабет зарегистрировано сегодня в мире. Еще 20 лет назад цифра не превышала 30. Эти показатели повод отнестись к проблеме со всей серьезностью и ответственностью. На фоне республики тема борьбы с недугом стоит остро. Как ее ни назови, сладкая болезнь или инсулиновая недостаточность. Медико-социальная проблема 21 века. В любом случае не оспорим тот факт, что сахарный диабет ставит под сомнение качество жизни данной категории пациентов. Профилактика коварного заболевания это в первую очередь здоровый образ жизни. Не секрет, что среди факторов риска развития сахарного диабета, ожирение среди лидирующих, чрезмерное питание, недостаточная двигательная активность. К сожалению, такой образ жизни предпочитают многие белорусы. Как результат всплывает неутешительный диагноз. В 2035 году Всемирная организация здравоохранения планирует цифру 635 миллионов заболевших с сахарным диабетом. Такая же тенденция, темпа роста пациентов с сахарным диабетом. И у нас в Беларуси, в Брестской области, в частности, уже на 9 месяцев 2016 года зарегистрировано 46 тысяч пациентов с сахарным диабетом. Каждые 8-10 лет количество пациентов удваивается. Это сладкая ирония современных технологий сахарный диабет, потому что пищевые технологии позволяют нам потреблять слишком много килокалорий, а транспортные технологии не дают нам возможности самостоятельного передвижения. Поэтому и потихоньку накапливается вес у пациентов. Сахарный диабет входит в тройку по значимости среди неинфекционных эпидемий современности. Сегодня в Брестской области зарегистрировано 260 детей с первым типом заболевания. 93% взрослых из общего числа – обладатели второго. Государственная политика предусматривает льготное обеспечение пациентов с данным диагнозом лекарственными средствами, а также инсулинами. Учреждения здравоохранения снабжены таким оборудованием, как гликированный гемоглобин, который осуществляет исследования и определяет диагноз, что важно в самое кратчайшее время. Недрение новых диагностических технологий открывает возможность снижения риска развития хронических осложнений заболеваний, что улучшает продолжительность жизни пациентов. Что мы новое для пациентов с сахарным диабетом первого типа для детей удалось нормативно обеспечиваться пациентам с сахарным диабетом первым типом детей – три тест-полоски для самоконтроля в день. Раньше это была одна тест-полоска, сейчас дети имеют большую возможность самоконтроля. Чтобы повысить информированность граждан о проблеме под названием сахарный диабет, накануне Всемирного дня борьбы с заболеванием, населению Бреста была предоставлена уникальная возможность пообщаться с врачами-специалистами, обратиться с интересующими вопросами, получить консультацию эндокринолога, измерить давление и вес, пройти тест, определяющий факторы риска развития недуга. Я знала заранее, прочитала, были листовочки такие, ну и пришла по мере давления, щитовидку. Многие из брещан получили неутешительное заключение специалистов. Осмотр подтвердил мнение врачей, горожане не всегда внимательны к себе, в частности, своему образу жизни. От того и проблемы. Из 30 человек, 6 людей уже были с повышенными сахарами. То есть мы сделали консультацию, либо отправили в поликлинику по месту жительства, чтобы дальше человек обследовался и исключался диабет. И давали консультацию, либо люди, которые уже болеют диабетом, просто прищупали сахар, но тоже спрашивали. За 2013-2015 год наш отдел общественного здоровья проводил исследование. Было обследовано примерно 1250 человек. И оказалось, что почти 66% из этого числа людей имеют повышенную массу тела и ожирение. Среди них число листов с ожирением составило примерно 35,4%. То есть даже больше, чем людей с повышенной массой тела. То есть это говорит о том, что вот эти важные факторы риска развития сахарного диабета, повышенная масса тела и ожирение широко распространены в нашем обществе. И поэтому вот эта проблема и так важна для нас, и так важно заниматься профилактикой этого заболевания. Еще 10 лет назад в Брестской области насчитывалось 22 тысячи пациентов с сахарным диабетом. Сегодня их 46. Специалисты здравоохранения прибегают ко всевозможным эффективным методам предупреждения на пасти 21 века. Делают большие шаги в деле информирования населения о проблеме, о которой невозможно молчать.